Всем привет и добро пожаловать на мой канал And Sleep Play. Сегодня я впервые в жизни, а точнее второй раз в жизни появляюсь на этом канале, как обычный человек, а не закулисный, потому что сегодня третий день рождения моего канала. Ю-ху! Да! Мы мощь, мы мощь. Честно говоря, я в полнейшем шоке, потому что эти три года прилетели вот вообще незаметно. Я помню, как я снимала свои первые видео в седьмом классе, а уже через три дня я перехожу в десятый. Давайте сплакнем. Ладно, не будем плохим, будем хорошим. Хочу поблагодарить всех, кто смотрит мои видео, лайкает их и комментирует, и всеми возможными способами поддерживает меня, а также все, что я делаю. Огромное вам спасибо и всех вас люблю. Надеюсь, что вы и дальше будете радовать меня своими просмотрами, лайками, поддержкой. Вообще, я вас так люблю. Вот. Вот люблю. Или вот так вот люблю. Вот так вот. Ну, или вот так вот. Кстати, если вдруг вы не знали, у меня есть телеграм-канал, в котором я появляюсь намного чаще, чем в ютубе. Там я выкладываю различные видео, кружочки, фотографии. Поэтому, если вдруг вы хотите наблюдать не только за игровым процессом, но и за моей жизнью, то всех желающих там жду и надеюсь, что скоро вы добьете меня там 200 подписчиков. Еще раз всем огромное спасибо и погнали играть в Джокер Шоу! Сегодня мы вместе с вами будем играть в Джокер Шоу. Ну так что ж, начнем. Йес! Йес! Наконец-то родители уехали. Теперь весь дом в моем распоряжении. Мой сосед Мэт ждет, когда его родители уснут, и должен скоро прийти до меня. Может, пока попробовать вызвать духов? Я же недавно нашел дневник в кладовой. В нем описано, как призвать шута. Будет круто, если все получится. Нужно только внимательно прочитать инструкцию и добыть нужные предметы для обряда. Какой смышленый! Вот только он не прочитает инструкцию до конца, к сожалению. В общем, мы с вами знаем, что здесь нужно в полочке добыть ключик от дверей в комнату. Также нам нужен дневник. Вот здесь у нас находится свеча. У нас, да, у нас. Сюда мы идем за картой Джокера, а на кухне мы идем за спичками. А также с кухней мы выходим на улицу и идем в подвал. Подвал, да. Единственное, что меня смущает всегда, так это потому что... Ой, потому что... Короче, что я несу? В общем, почему комната нашего героя закрыта на замок, а две двери на улицу открыты? Это вообще как понимать? Я просто в шоке. Так, он вызывает шута. Он внимательно прочитал инструкцию. Шут, приди, шоу, начни. Шут, приди, шоу, начни. Шут, приди, шоу, начни. Ой, ой, а шут-то пришел. Хм, может, ну его, пойду лучше домой. А какой ну его? Дневник взял, домой пошел. Вот только домой ты теперь не попадешь. Знаете, что самое интересное? Если сделать все верно, то Джокер подаст знак. Но будьте аккуратны. Прочитайте на следующей странице инструкцию, как отозвать Джокера, если что-то пойдет не по плану. Не по плану. У нас все пошло не по плану. Что? Откуда это здесь? Ааа! Что происходит? Я задыхаюсь. Меньше играться надо было с дневничками, которые ты находишь в кладовой. А вдруг это дневник твоей прабабушки, которая раньше была ведьмой? Ну, я не знаю. Он мне всю спину расцарапал, мне теперь спина болит. Я не то, что кашляю, мне теперь спина болит. Пять часов осталось за начало шоу. Прекрасно. Я вдыхаю свежий воздух кладовой. Моя голова расколывается. Ну, а что ты хотел? Конечно, будет раскладываться, хотела сказать я. В общем, есть камушки на всей локации. Точнее, по всей локации они раскиданы. Все эти камушки мы берем. Нужно как можно скорее сообщить соседям, чтобы вызвали полицию. Ааа, ну, конечно. Конечно, ты вызвешь полицию. Конечно, ты сообщишь полицию. Ой, соседям. Только ты ничего из этого не сделаешь. В общем, нам нужно разбить окно в туалете. Взять камушек. Также нам нужно разбить окно вот здесь во втором доме. Каким-то образом камушком подбить вот эту дощечку. Так, не получилось. Второй раз, пожалуйста. У меня один камень остался. Пожалуйста, давай, 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 давай. Так, аккуратненько. Запоминаем, куда я бью, чтобы потом, когда вы будете проходить, все пройти просто на изи. Чтобы все было просто, просто. Так, мы сместили ту дощечку. Теперь мы можем пойти в тот второй дом. Вот тут аккуратненько надо этот стул убрать, чтобы можно было туда-сюда бегать. Ну, отсюда. Я, конечно, играю на практике. Мне это, в принципе, не нужно. Но, если вы играете на норме, там, на экстриме, то не забудьте сдвинуть стол. Иначе вы не сможете попасть вообще никуда. Так, почему я застряла? А, все нормально. Теперь открываем вот эту дверь. Отлично. Берем сразу доску. Она нам еще пригодится в некоторых местах. Замок двери сломан. Угу. Шкафчики здесь всегда пустые. Не знаю, почему. Странно. Ну, ладно. Здесь у нас заперто. Ну, ничего страшного. А здесь у нас дверь открывается. Отлично. Теперь мы можем пойти сюда. Но здесь у нас ничего нет. Обычно здесь или на скамейке лежит лезвие лопаты, или на столе стоит ваза, которую нужно разбить и получить ключ. Так. Вот теперь мы должны разбить... А, нет, мы здесь уже разбили. В общем, доску мы должны кинуть вот сюда вот. Отлично. Сразу говорю, запоминайте, куда я кидаю, чтобы, если вдруг она там не слетела, на всякий случай, пожарный. Открываем. Ну, и с вами взяли вантус. Мой русский, мой русский, это что-то. Скоро школа, а я все правила по русскому языку забыла благополучно. Не знаю, как так получилось. В общем, мы достали нож, который у нас был здесь. А, кстати, а здесь не всегда, кстати, нож находится. Иногда здесь вообще ключ. Что странно, потому что в начале игры там был нож. Сразу говорю, я нож поточила об камень, чтобы у нас стал острый нож. Нож нам нужен для чемодана, чтобы его открыть. Иногда здесь попадается кукла вот эта вот тяжелая. Иногда попадается болторез. Ой, гвоздодер точнее. Иногда что-нибудь другое. Так же нам нужно, чтобы разрезать вот здесь вот веревочку и забрать ведерко. Но у нас благополучно не получается забрать ведерко, потому что инвентарь полностью полнен. Полнен. Инвентарь, конечно, он нам нужен для того, чтобы открыть воду на втором этаже в душевой кабине. Ну, тоже. А, кстати, мы нашли вазу. Инвентарь опять заполнен. Двери, как всегда, заперты. Мне кажется, в этой вазе у нас будет какой-нибудь ключ. Я думаю, что все вот эти вот предметы лучше скидывать куда-нибудь... А, нет, не сюда, на порог. Вот нам этот главный порог, чтобы мы сразу знали, где искать все эти предметы. Все, иголку мою выкинули. В нашем арсенале остался вантус. А, нет, это доска, камень и ваза. Ваза почему-то не разбивается. Странно. А может, она об деревянный пол не разбивается, об каменный разобьется. Давайте попробуем. О, разбилась. Отлично. Сейчас он придет. Скажет, что за шум? А, пока. Мы достали ключ. Этот ключ у нас, скорее всего, от этой двери? Нет. Может, от этой? От этой? Ну, все, пошел коту на смарку. Ладно. Здесь у нас ничего нет. А, получается, в этой комнате у нас ничего-таки нет, да? Ну, если на самом деле нет, то basic business. Business. Тут все о бизнесе. Я так понимаю, у него папа бизнесмен, но почему они живут в таком заброшенном непонятном доме, я что-то немножко недопонимаю. Но да ладно. Сейф. Какой пароль здесь вообще может быть? Мне кажется, никакой, потому что я нигде не находила пароль. Угу. Угу. Мы вошли на балкон. Здесь у нас ничего абсолютно нет, что очень странно. Очень странно. А то даже выйти невозможно никуда. И зачем нам эта комната тогда нужна, если в этой комнате вообще ничего нет? И, в общем, я посмотрела видео Топси, и я поняла, что здесь какой-то пароль, может быть, возможно, подойдет. Он подошел. О, пароль подошел. Запоминайте. 0, 7, 7, 3, 4. Я не знаю, откуда он этот пароль вообще взял. Честно говоря, вообще не понимаю. Но, скорее всего, этот пароль подходит всегда. Во всех случаях жизни. Так, у нас здесь есть часы, которые открываются. Не знаю, зачем они открываются. Есть опять шкафчик запаролен. Мы находили пароль 29. Я попыталась ввести там все датюд-коды. 1, 29, 2, 29, 3, 29. И потом 29, 1, 21, ой, 29, 0. В общем, ничего не подошло. Поэтому я не знаю, что это вообще такое. Я не знаю пароль этого сейфа, от этого шкафа. О, знаете, что странно? Так это то, что холодная вода есть, а горячей нет. Прямо как в школе. В школах тоже никогда горячей воды нет. И туалетной бумаги никогда нет. Ну, разве что проверка приезжает. И тогда, возможно, туалетная бумага появляется в туалетах. Ну, это так странно. В общем, я не знаю, как упасть в те комнаты. Поэтому я решила пробовать разбить окно. Отойди отсюда, пожалуйста. Ты мне мешаешь, клоун. Шут, иди, проваливай. В общем, он ушел. И капкан поставил. Вообще дурачок, что ли? Нет, зачем ты так делаешь? В общем, я не нашла ничего лучше, чем просто поставить досочку и каким-то образом вот сюда вот. Ай! Сколько раз я тут буду падать? Попытка номер два. Мне нужно выйти вот на тот выступ. Если я спущусь на этот выступ, то все будет замечательно. Я смогу перемещаться по другим комнатам. Ай! Опять упала. Попытка номер три. Пытка не пытка. Давайте. Надо самое главное все делать аккуратненько. Да ну аккуратненько. Четвертая попытка. Все будет просто замечательно, если... Все будет. Давай, 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 давай. Так аккуратно. Да! Я сделала это! Все. Можем перемещаться сюда. Вот в эту комнату. Я не знаю, сможем ли мы попасть сюда, но скорее всего нет. Лезвие лопаты. Лезвие лопаты. Это, кстати, очень хорошо. Дверь закрыта, заперта с другой стороны. Хм. Ну мы можем сюда, в принципе, попасть, разбив окно и залезть по коробочкам. Почему бы нет? Получится? Нет. Получилось. Мы теперь можем открыть здесь дверь. Интересно. Так, дверь... А нет, доски мешают открыть дверь. Ну это понятно, это нужен гвоздодер. Но нам этот гвоздодер, в принципе, пока что не нужен, потому что мы в эту комнату попали и без гвоздодера. Запоминайте как. Нашли какую-то карту. А, вот, в общем, смотрите. Внизу у нас красным кругом отмечено место за вторым домом. И в этом месте, скорее всего, нужно что-то откопать, потому что я там часто прибегала, и там что-то было написано то ли этот... Что там написано это было? Я забыла. В общем, какая-то откопанная местность. Но, чтобы там что-то покопать-откопать, нам нужно добыть рукоять лопаты, которой у нас, к сожалению, нет. Вот здесь, кстати, нам нужна доска, которую мы не взяли. Благополучно мы ее не взяли. Как так? Ладно. Тогда вот так сейчас аккуратненько перемещаем. Ой, я же сказала аккуратненько! Ну мне теперь опять туда идти. И опять, опять два капкана? Он что, приколист? Ладно. Так, сейчас, если мы вот так слезаем аккуратненько, то сразу берем досочку. А мы не слезаем аккуратно. Попытка номер миллион. В общем, мы смогли туда залезть, взять доску. Теперь нам нужно ее кинуть. Я, кстати, не помню, куда ее кидать надо. А, понятно, она скатилась. Значит, мы кинули не туда. А мы ее так взять не можем? Ну, чисто логически, в реальной жизни мы бы взять ее так не смогли. Так ведь? Так ведь. Значит, не можем. Так. Пробуем еще раз. Я надеюсь, что я сейчас не упаду, потому что если я упаду, то... О, отлично. Я спокойна. Так, теперь мы можем идти сюда. С доской заново. А почему я не могу перемещаться? Да стоп! Да что такое? Я не понимаю. Ле-е-е... Почему я двигаю джойстиком, но я не могу никуда перемещаться? Я что, опять забаговаюсь, что ли? Кстати, я заметила одну очень интересную фикчу. В абсолютно любых случаях, в абсолютно любых ситуациях я не могу пройти эту игру именно из-за багов. То я багуюсь в капкане на лестнице дома, то я багуюсь здесь на выступе, то я багуюсь где-нибудь вообще в колодце, и вообще я не понимала, как так происходит. Я разбагалась. Там нужно было, оказывается, просто присесть, хотя я это пробовала и до этого, и немножко подвигаться. Но я упала благополучно, мне пришлось заново подниматься. Блин, это так сложно, я не понимаю, зачем так сделали? И я еще не понимаю, где мне найти гвоздодер, потому что если бы я нашла гвоздодер, гвоздодер, мне бы было намного легче перемещаться по крыше. Мне бы не приходилось... Ну стеклушки, ну пожалуйста. Мне бы не приходилось через эту доску каким-то образом там на выступ залазить. У меня уже язык сплетается, ладно. Так, у нас есть ящик с замком. Да, ключа опять нет. Мы открыли офис папочки, который у нас был закрыт. Это что получается? У нас есть шкаф с паролем, есть шкаф с замком. То есть нам нужен пароль, нам нужен ключ. Также мы не нашли гвоздодер. Еще нам нужны вот эти вот типа кусачки, которыми мы можем разрезать клетку. Вот эту сетку, которая там была справа на двери. У нас вообще ничего нет. На такой чудесной ноте бездействия пора заканчивать видео. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео. Также не забывайте оставить свои комментарии, ведь вам не сложно, а мне приятно. И кстати, расскажите, как вы проходили эту игру. Всем пока!